МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областным управлением внутренней политики организован семинар «Рухани Жангру Болошахтан Бикем Бахдары», где обсуждено воплощение инициированных президентом проектов. Объем промышленного производства в Целиноградском районе за 9 месяцев составил 18 млрд 220 млн тенге. Эти и другие сведения были озвучены в ходе брифинга по итогам социально-экономического развития Целиноградского района за 9 месяцев текущего года. Во дворце спорта Бурабая прошел хоккейный матч между командами «Орлан» и «Бейбарыс». Об этом буквально через несколько минут расскажу вам я, Юрий Аберниенко. Необходимо развивать связи между правоохранительными органами Казахстана и Саудовской Аравии в условиях существования угрозы терроризма и экстремизма. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с министром внутренних дел Королевства. Ельбассе обратил внимание на важность установления межгосударственного единства и сотрудничества. В свою очередь, гость передал Нурсултану Назарбаеву слова приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда и подчеркнул, что Королевство также заинтересовано в дальнейшем углублении и развитии плодотворного двустороннего сотрудничества. Встреча с Аравией в условиях существования Многоуважаемый президент, в первую очередь хочу выразить признательность за теплый прием. Наш король передает вам слова приветствия. Королевстве вас чтят и уважают. Наследник престола Мухаммед также относится к вам с большим почтением. Саудовская Аравия радуется достижениям Казахстана. Для нас он занимает особенное место в числе среднеазиатских стран. Королевство заинтересовано в развитии двусторонних связей. 2017-й войдет в историю Казахстана как год начала нового этапа развития государства. Его особенность в модернизации, причем сразу в трех направлениях. Первая – экономическая, вторая – конституционная реформа, ставшая основой глобальной политической модернизации, и третья – модернизация общественного сознания. И именно его Ельбаса обозначил самым важным. Масштабные преобразования в стране невозможны без преобразования общественного сознания. Это главный посыл статьи Нурсултана Назарбаева, где он довольно просто рассуждает о важном. Не просто видение президента, а руководство к действию, где первостепенная задача – национальное сознание. Шарль де Голь, отец-основатель современной Франции, заметил, политик, обладающий волей и ресурсами, потерпит неудачу, если не распознает характер своего времени. Президент в очередной раз показал, он распознал свое время, потребности развития общества и, более того, перспективу будущего. Я верю, у казахстанцев все получится. Казахский народ был и остается образованной нацией. Мы первыми создали свой алфавит. Наши предки были превосходными учеными, писателями, ювелирами, металлургами. Открыли окно в цивилизацию. Колыбелью в цивилизации мира является Великая Степь. Программа модернизации общественного сознания позволила молодежи Акмуринской области по-иному взглянуть на обычные, на первый взгляд явления, и определить новые жизненные ориентиры. Я с детства люблю читать книги. Тишину библиотек, запах книги. Французский писатель Дени Дидро говорил, человек перестает мыслить, когда перестает читать. Есть еще хорошие слова. Не читать книг – это высшая степень бедности. Не доводите себя до этого. Хотелось бы, чтобы в будущем за казахстанцами закрепился тренд думающей и читающей нации. В статье все, что нужно знать каждому уважающему себя гражданину Казахстана, тому, кто уже сегодня должен начать с себя, меняя национальное сознание всего народа. Республика приступает к более масштабной и фундаментальной работе, участвовать в которой должен каждый. Только так можно сделать шаг навстречу будущему, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей. Асиль Турар, Павел Соловьев, Кукшиах, Парад. Объемы промышленного производства за 9 месяцев текущего года в Акмуринской области достигли порядка 392 миллиардов тенге. Об этом было сообщено в ходе совещания в областном Акимате, где были подведены социально-экономические итоги за вышеупомянутый период. В текущем году увеличены объемы производства в машиностроении золотодобывающей промышленности. Несколько отстают химической промышленности и производства полиэтиленовых труб. Не удовлетворяет и показатели в сельском хозяйстве. Специалисты отмечают, что ситуацию можно выправить за счет личных подсобных хозяйств и создания на их базе сельскохозяйственных кооперативов. Объемы производства мяса увеличены на 7%, молока на 2,1%, яйца на 2,3%. Однако в четырех районах снижены показатели по производству мяса, молока и яйца в трех районах. Во всех категориях хозяйства наблюдается увеличение поголовья скота. В то же время в четырех районах снижено поголовье фрес и количество птиц, в трех лошадей в двух районах поголовье орех и косы. В ходе совещания рассмотрены вопросы освоения бюджетных средств. Заслушан доклад о расходной доходной его части. По областному бюджету средства освоены на 98,4%. Что выше итогов 7-8 месяцев на 1,1% и 1,9% соответственно. Как видно на слайде, максимальный процент исполнения отмечается 20 администраторами. При этом в областному бюджету неосстановлено 2,299,000,000,000. Основные причины из которых – это невыполнение договорных обязательств подрядчиками и судебные разбирательства. Среди отстающих в части исполнения бюджета регионов – Бурабайский район, Аким которого указал на ряд объективных причин и заверил, что ситуация будет выправлена до конца года. Еще пять Акимов районов, где также имеются низкие показатели, отчитались о текущей ситуации. В Егендекольском районе не исполнен ни один из восьми индикаторов. В районе 84% малого производства продукции приходится на сельскохозяйство, в том числе 91% на производство зерна. Из-за связи с погоной на климатическую сходу 2017 года собрано всего 275,000 тонн зерна. По сравнению с 2016 годом меньше на 129,000 тонн. В среднем урожайном составе в пределах 8,7 цент на сейкара. Это повлияло на снижение показателей индекс физического объема. Мне понравилось, что выделили, что основная причина снижения – это растение и воздействие. Надо же понимать, что если вы очень сильно это ввести от растения и воздействия, надо с другими воздействиями. Надо сильнее перекрываться с учет жерудоводства, с учет переработки и дорабатывать. Акиму Буландинского района глава региона сделал замечание по поводу подорожания хлеба. Вы сказали, что красиво пахты сказали. Почему цена на хлеб выросла? Мы не каждого волнует меня. Ночной тариф убрали в этом году. У нас пекари все работали на ночную тарифу. В этом году ночного тарифа нет. Это не в этом году, а в начале скипали. Руководителям областных управлений ведомств Акимам районов поручено усилить работу по привлечению инвестиций, увеличению объемов строительства, а также обращать более пристальное внимание на социальную сферу. Управление предпринимательства промышленно-сельскохозяйственного. Акимам районов необходимо продолжить работу по мониторингу цен, держать это в роли в исполнении ванного. В период осенней заготовки увеличится количество ярмар. Шестое. Цель – прохождение в штатном режиме управления энергетикой ЖКХ Акимам районов и городов на постоянной основе необходимо пополнять запасы водного топлива совместно с обеспечившими службами в отношении воздействия к заходу. Глава региона еще раз напомнил, что до конца текущего года остались считанные месяцы. Поэтому именно сейчас особенно необходимо усилить все позиции. Надежда Тихжанова, Ермикель Берегендар, Хан Саган, Кукщех, Парад. 19 октября – День спасателя. Именно в этот день в 1995 году указом главы государства был образован Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям. Сегодня службе оперативного реагирования исполняется 22 года. В рамках празднования Дня спасателя во Дворце культуры Кукшетау прошло торжественное мероприятие. Сегодня служба по чрезвычайным ситуациям – это профессионалы современной техники и оборудование, которые делают спасательную структуру эффективной, способной противостоять угрозам природного и техногенного характера и оказать психологическую и медицинскую помощь населению. За 22 года для ликвидации последствий более 1 миллиона чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями органов гражданской защиты осуществлено огромное количество выездов. Спасено свыше 300 тысяч человек и еще порядка 300 тысячам оказана первая медицинская помощь. Основу спасательных сил составляет свыше 100 подразделений чрезвычайных ситуаций, где трудится около 32 тысяч спасателей-пожарников. Куда бы ни пришла беда, спасатели первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим. Каждая минута работы спасателя, пожарных всей команды департамента ПЧС измеряется количеством спасенных людей. Реалия современного мира постоянно убеждает нас в том, что профессия спасателя сегодня одна из самых необходимых, уважаемых и благородных. Именно спасатели зарекомендовали себя надежным гарантом безопасности жизни каждого человека. Каждый день спасатели предотвращают порядка 150 чрезвычайных ситуаций, говорит статистика. Только за 9 месяцев текущего года Акмолинские специалисты ПЧС провели 1631 спасательную операцию, свыше 13 тысяч выездов на место происшествия. В результате оказана помощь порядка 2 тысячам граждан. Этот год был объединен в первом сообществе людей международных специализированных выставок Киэр-Станя, которая состояла в столице нашей Родины Астане, участниками которой стали десятки государства. Выставку достижения науки и техники посетили миллионы людей из всего мира. По обеспечению безопасности и проведению столь масштабных мероприятий, принимали участие сотрудников департамента ЧЭС в Акмолинской области, на которых были возложены весьма ответственные обязанности, и они четко и безупридно выполнены с ним работают. В ходе торжественного мероприятия представители этой мужественной профессии были награждены благодарственными письмами Акима области. Среди них начальники пожарных отделений, спасатели и диспетчеры. Спасибо, что мы получили письма от Акима области. Такая честь. Хотел поздравить всех сотрудникам противопожарной службы и гражданской защиты. Всех с праздником. Самое главное – здоровья, благополучия, семейного счастья, достижения в цели. Отметим, на сегодняшний день в состав областного департамента входит 45 спасательных отделений. В них трудится свыше полутора тысяч человек. Жамал Габдулина, Нургун Нурбайлзе, Павел Соловьев, Кукще, Ахпарат. В регионе проходит практически этап реализации статьи главы государства «Взгляд в будущее» – модернизация общественного сознания. Областным управлением внутренней политики организован семинар «Рухани Жангру, Балашахтан, Бекем, Багдара», где обсуждено воплощение проектов в жизнь. Статья главы государства включает в себя четыре подпрограммы, такие как «Атамикен», «Тарбежене, Белем», «Рухани Казына», «Акпарат Толкане». А также шесть проектов, среди которых «Туганжер», «Сакральная география Казахстана», «Сто новых имен», «Переход казахского языка на латинский алфавит». Все они тесно связаны между собой. На протяжении всего года в области проводится масштабная работа. Создана специальная рабочая группа, куратор которой глава региона Малик Мурзалин. Хочу сказать, что патриотическое воспитание, национальные культурные ценности, национальный код народа – очень главные приоритеты. Потому что на других странах это как бы не обращает внимания, все идет как бы в рамках глобализации, но я считаю, что национальные традиции нашего народа, его ценности, которые были переданы из века в век, должны передаваться нашей молодежи и для будущей нашей страны. За каждый проект в рамках Рухани-Жангру ответственность несет отдельное ведомство. Задействованы в этой работе управления образованием, культурой, внутренней политики. В регионах исполнение программы контролируется заместителями Акимов районов. Взаимодействие в этом процессе – залог успеха. Такая градация не говорит о том, что определенное ведомство по своей подпрограмме вносит только лишь свои проекты. Так, например, в рамках Торби-Еженеболя есть новое базовое направление, называется «Улодоважа-Стара». Туда будут включены проекты по линии вузов. На сегодня в рамках реализации подпрограммы «Атамикен» в области реализуется 57 проектов по реконструкции и строительству культурных, исторических и социальных объектов на сумму 4,8 миллиардов тенге. Свыше 70 проектов будут притворены в жизнь по программе «Рухани-Казана». На сегодня специалисты областного управления культурой работают над созданием карты сакральных мест. Ведется сбор информации, которая затем направляется в научно-исследовательский центр «Киэль-Казахстан», созданный при Национальном музее. Духовная модернизация предполагает собой участие в этом значимом процессе не только отдельных госструктур, но и всего общества. И только тогда будет результат, который приведет страну к новым свершениям. Дератик Жану Айгеримбек Магомбетова, Марат Ахмеджанов, Кукщи Акпарат. Продолжительность жизни населения в Акмолинской области должна достигнуть 73-х лет. Показатель смертности, в свою очередь, уменьшится. Кроме того, необходимо усовершенствовать систему оказания качественных медицинских услуг, уделить особое внимание здоровому образу жизни и правильному питанию. Об этом говорилось на региональном совещании партии «Нур-Отан» по реализации программы здравоохранения на 2016-2019 годы. В ходе встречи обсуждены поставленные планы и задачи в сфере охраны общественного здоровья. Отмечено, что в регионе должно быть больше мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Вместе с тем выражено беспокойство по поводу участившихся случаев отказа жителей республики от вакцинации против гриппа. Поэтому с санитарной службой проводится разъяснительная работа с населением. Мы проводим мониторинг охвата плановой вакцинации, проводим мониторинг отказов. На сегодня у нас разработан сетевой график проведения разъяснительной работы с населением. Мы совместно работаем с управлением по делам религий, совместно с имамами, священниками, потому что 50% отказов связаны с религиозными мотивами. В этом году из областного бюджета на вакцинацию против гриппа было выделено 9 миллионов 200 тысяч тенге. Кроме того, одним из вопросов, поднятый в ходе встречи, является улучшение организации питания. Около 80% из 560 школ в регионе обеспечены горячим питанием. Важно выяснить, как в ближайшее время будут обеспечиваться питанием небольшие школы в сельской местности. Мы, конечно, понимаем, что сегодня практическому здравоохранению нужна и помощь тоже со стороны науки. Поэтому в этой целях мы для проведения данной работы мы и с Карагандинским государством, Медицинским университетом в сентябре вместе заключили меморандум с целью научного сопровождения всех наших проектов, которые будут проводиться в Акмановской области. На сегодняшний день проводится работа уже с заключением меморандума с Медицинским университетом Астана. В регионе созданы рабочие группы по пяти конкретным направлениям улучшения здоровья населения. С этой целью в течение года акиматы городов и районов, Управление образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, внутренней политики и неправительственные организации будут проводить совместные тематические мероприятия. В областном департаменте юстиции состояло заседание круглого стола, где обсуждена деятельность судебных исполнителей при их доступе к сведениям, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну. Также в ходе совещания разъяснены вопросы, касающиеся нового проекта о юридической помощи. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается порядка двух тысяч судебных исполнителей. Этого недостаточно, так как в большинстве случаев ответчик задерживает исполнение решения суда. Этим обусловлена необходимость появления частных судебных исполнителей. Сегодня в Акмолинской области их насчитывается порядка 77. 37 из них работают в Кокшетау. Отметим, что Институт частных судебных исполнителей создан на основе опыта европейских стран. В отличие от государственных судоисполнителей, у них нет зарплаты. Их заработками является часть возмещенного ответчиком иска. Задача нашего департамента заключается больше не сколько бороться с последствиями коррупции, а именно упреждать на предупреждение и обширяя превенцию коррупции. На сегодняшний день наша задача это укрепить государственные органы способными, дисциплинированными кадрами, соответствующие тем требованиям, которые ставит перед нами глава государства. Также участники заседания рассмотрели новый законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи. Документ разрабатывается на основе опыта европейских стран. В настоящее время действует система пробона, что переводится как для общественного блага. Она направлена на оказание бесплатной правовой помощи населению. Законопроект служит во благо наших граждан, а именно на установление квалифицированной юридической помощи нашим гражданам. Отдельного внимания заслуживает программа пробона от латинского языка. Это означает ради общественного блага. То есть в данном случае будет бесплатно оказываться юридическая помощь от начала до самого конца таким категориям граждан, как инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, тем лицам, которые находятся в трудном социальном положении согласно закону о специальных социальных услугах и другие категории граждан. По словам участников совещания, если новый законопроект будет принят, качество и доступность юридических услуг станут на порядок выше. Юрий Абердиенко, Гульмира Аманбаева, Арман Белбергенов, Кокщияк Парад. Объем промышленного производства в Цельноградском районе за 9 месяцев текущего года составил 18 млрд 220 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 20%. Об этом было сказано на брифинге по итогам социально-экономического развития Цельноградского района за 9 месяцев текущего года. За 9 месяцев текущего года в экономику и социальную сферу Цельноградского района было инвестировано 23 млрд тенге. Большую часть составляют собственные средства предприятий – 29% государственный бюджет и 15% банковские кредиты. По объемам инвестиций район занимает третье место в области. На сегодня в районе активно развивается строительство. Продолжается возведение 45-квартирного дома в селах Кошше, Акмол, школ на 300 мест в селе Максимовка, на 120 мест в селах Каражар и Казусуад. В части строительства на сегодня завершается строительство котельной. Мы уже в прошлом году в тестовом режиме проработали, в этом году принимаем и уже отапливаем. Также сегодня проводится 10 проектов по уличной дорожной сети, 8 проектов по водоснабжению, 6 проектов по электроснабжению. Они некоторые переходящие на следующий год, некоторые в этом году завершаются. В регионе миграция идет с опережением, инфраструктура за ним не успевает, поэтому по инициативе Акимобласти инициировано внесение изменений в комплексный план. На сегодняшний день в районе существует ряд вопросов в области электро- и водоснабжения дорог. Главная причина в чересчур быстром приросте пребывающего в район населения, говорит Аким. В настоящее время ведется работа по решению проблем жителей. В районе нет вопросов по безработице. Она составляет всего лишь 0,3%. Малые и крупные предприятия региона обеспечивают рабочие места для большинства населения. С помощью поддержки государства был реализован проект птицефабрики, который должен производить до 20 тысяч тонн мяса в год. На сегодняшний месяц он производит 1700 тонн в месяц. За 9 месяцев он произвел 9 тысяч тонн мяса. Значит, там где-то работает у нас свыше 1000 человек. Рабочие места дальше будут расширяться. Большая часть продукции, произведенной в Целиноградском районе, доставляется в Астану. В настоящее время существует 4 завода по переработке молочных продуктов, 5 крупных и 30 малых откормочных площадок для скота. В районы СПК фермерская продукция на сегодня входит 20 хозяйств. В основном они занимаются производством молока, мяса и хлебобулочных изделий. Данный кооператив также поставляет продукцию в столицу через интернет-магазины. Зарина Десикеева, Гиримбик Магомбетова, Павел Соловьев, Кукщик Парад. Увеличились расходы на электроэнергию. До августа текущего года юридические лица ввели оплату по дифференцированному тарифу на электричество. Теперь он кардинально изменился. Этот вопрос обсудили в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и борьбе с коррупцией. Дифференцированный тариф – это оплата электричества по времени суток – дневной, вечерней и ночной. Самым дешевым был ночной. Его цена составляла чуть более 4 тенге. Дневной же тарифицировался по 19 тенге. На сегодня тариф единый и составляет примерно 20 тенге. Дифференцированный тариф был очень выгодным, потому что мы работали по режиму ночного времени, это с 11 вечера. Единый сейчас тариф – это 20,91, он существенно влияет на экономику нашу. Ну, 900 тысяч мы платили до изменения, а сейчас 1,6 миллиона. Однако этот вопрос не удалось решить на заседании Совета, так как местные исполнительные органы неуполномочены решать такого рода проблемы. Это прописано в законе. Ситуация может найти свое решение только на республиканском уровне. Поэтому мы сейчас будем инициировать письмо в комитет энергетики палаты предпринимателей о том, чтобы был поставлен вопрос перед правительством о том, чтобы была рассмотрена возможность предоставления предпринимателям альтернативы выбора потребления электроэнергии – ночной тариф или дневной. В ходе заседания также были подведены итоги проделанной работы за 9 месяцев текущего года. В этом году прошло 5 заседаний Совета, рассмотрено 12 вопросов. За текущий период 311 предпринимателей обратились с жалобой на ущемление своих прав. Половина заявлений нашли положительное решение. Жамал Габдулина, Ермек Ельберген, Павел Соловьев, Кокще, Ахпарат. Во дворце спорта «Бурабай» прошел очередной хоккейный матч с участием Кокшотауского «Орлана» и Атарауского «Бейбарыса». Это уже вторая игра команд против друг друга. Первая состоялась на день раньше и победу в ней со счетом 3-2 одержал «Бейбарыс». За ходом второй схватки следил мой коллега Юрий Абердиенко. Первый период был не очень насыщен яркими моментами. Но тем не менее, хозяевам ледовой площадки удалось отправить в ворота гостей сразу две шайбы. Авторами голов стали нападающие «Орлана» Артем Гермалаев и Вадим Бурделев. После первой заброшенной шайбы обстановка на трибунах накалилась до предела. Кокшотауских болельщиков переполняла уверенность в том, что любимая команда обязательно одержит победу. На хоккей мы ходим в сессии, когда работа не мешает, стараемся посещать каждый матч. На сегодняшнюю игру прогнозы я думаю, что выиграют. Как-то они играют так в последнее время. Первый матч проигрывают, второй выигрывают. Ну и просто верим в команду. Как команда образовалась, так сразу мы и ходим. Игра сегодня насыщенная, классная. «Орлан» постоянно нападает. В хоккей играют настоящие мужчины. Второй период прошел спокойно и размеренно. Гостям удалось забросить одну шайбу, но дальше этого дела не пошло. Игроки обеих команд демонстрировали свое мастерство и не позволяли соперникам создавать опасные моменты. В третьем периоде лед горел под ногами хоккеистов. Игроки «Бейбарыса» прикладывали все усилия, чтобы сравнять счет. А «Орлановцы» всеми силами старались увеличить уже существующий разрыв. И им это удалось. На последних двух минутах последнего периода отыраутцы предприняли отчаянный шаг и решили заменить своего вратаря на еще одного нападающего. После чего в пустые ворота «Бейбарыса» шайбу через всю площадку забросил защитник «Орлана» Станислав Боровиков. Болельщики отметили слаженную игру команды и выразили надежду на ее победу в последующих играх. «Надеюсь на победу на сегодняшнюю. Игра хорошая, начали хорошо. Игра пошла. Ну, надеюсь на победу. Давно болею и всегда переживаю за команду, конечно, за каждую игру». Не обошлось и без неприятных моментов. Так, судейским решением в третьем периоде был за неспортивное поведение дисквалифицирован один из тренеров кокшитаусской команды. Несмотря на это, хозяева победили со счетом 3-1. Напомним, следующая игра «Орлана» состоится против команды Алматы 27 октября. В таблице чемпионата Казахстана кокшитауская команда по-прежнему находится на второй строчке, практически не уступая Петропавловскому кулагеру. Юрий Абердиенко, Арман Былбергенов. Кокщик, парад. Это были все новости к данному часу. До скорых встреч в эфире.